привет друзья навела чистоту и порядок на улице возле дома севестики выхлебла там пару каштанчиков осталось вон кое-где сухие по завязали ну что смогла граблями достала что смогла и достала вот хочу показать что этот каштан мой уже в бедный умирает сколько ему лет этому каштану так мне только его посадил папа в общем короче лет лет 50 этому каштану можете себе представить он был гораздо выше мне его сосед спилил от пилил в царство ему небесное надо было его весь спирить а сейчас вот кого попросить коммунхозе у них некому пилить там короче вообще непонятно ничего надо наверно обращаться какому участнику это будет стоить наверное немало денег видите из него вытекает прямо вон сок прям не знаю даже что вытекает не могу ничего понять короче все равно он заболел и все равно он как бы погибает бедный так что надо что-то думать больше там еще не кирпичи тягать не хочется буду двор подметать двор у меня огромный это же весь в листьях так что буду все подряд подметать и вот эту клумбу еще чищу и розы надо было бы обрезать смотрите роза сошла с ума сошла сама пустила посмотрите все эти новые 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 отросточки новые бутоны но они уже не расцветают холодно и такие вот зеленые сидят надо все эти ветки обрезать молодые ненужные наш уж тепло стоит что ты сделаешь и обрежь тоже может пойти еще дальше давать почки давать так что не знаю что делать смотрите сколько намела кучек кажется что так легко не так-то и легко а сейчас надо сделать самую тяжелую работу сейчас вам покажу сниму перчатки а то в перчатках неудобно вот надо взять вот такой ножик у меня есть остренький который кончик этого ножика и надо вот каждую каждую травинку каждый сот вот так вот все это достать потому что она после зимы потом будет балдеть тут поэтому нужно эту всю траву представьте надо как-то что-то делать с твором это не работа все износилось все состарилось а эти вот цветы которые у меня в огороде вообще нигде не растут нет места в огороде ни одного не один цветок уже но в прошлом году вроде один с осени прижился но пришла вода и он в воде умер а тут они живут хоть бы что представьте какое-то тяжкое дело и спина задействована и рука и голова еще на свете еще что-то не очень-то но хочет доставаться из этих щелей так это я вам показала самые маленькие а что делать вот с такими большущими по два раза на год убираю их отсюда они вылазят еще большем количестве даже не знаю что с ними корни такие что они разрушили эти корни еще на свете короче непонятно а там они такие он посмотрите огромные здоровые тут уже ножом наверно вообще не достанешь ничего я была их скосила триммером попробовала немного подкосила но правда потом батарея села как-то быстро не очень-то короче не ножом триммером не знаю где достать может весной опрыскать этой какой-нибудь отравой что в которой убивает растение траву сорняки не знаю в общем дело тут с этим здорово у меня совсем нелегкая о сколько смогла сейчас почти скоро уже будет 6 уже стемнеет здесь траву всю выколовала всю 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 из песка вырвала всю траву песок начал зарастать надо использовать еще вырвала короче что смогла то сделала но это только часть часть айсберга да хорошо свободно большой двор можно заехать машиной то да сюда но надо что-то тут было бы по культурной сделать но наверное уже не в этой жизни что я вам хотела показать как обычно посмотрите на тимона нам не видно видите разбитое сердце решила вылезти опять потом думаю что ты замерзла как его спасать мне ну так нравится но у меня тоже растет какие эти цветы только из асфальта в огороде сразу у меня был кустик даже 2 как только вода все она сразу погибла и вот дошла его до этого места где эти все цветы вот еще не знаю здесь я только листья подмела что по двору их тут не носила с большего и вот это вот такая вот трава я даже не знаю как это называется посмотрите какие длинные плети и она там сидит в этом асфальте намертво я ее каждый раз выкалупываю она продолжает расти и масти то есть явно здесь надо травить в следующем году в этом году наверное уже все погода холодная наверное этот round up или как он там называется нам не действует холодную погоду и вот здесь кусочек остался не доделала вдоль бордюра чуть-чуть все уже все болит спина болит темнеет тут еще зара что-то закапризничала что-то поела поела ее сразу выташнила не знаю что уже с этой зарой моей до этой клумбы даже руки не дошли зато я хотела вам показать как анютины глазки начали цвести опять сидели-сидели-сидели и решили опять зацвести видите пустили вон молоденькие и пустили цветочки и не только цветочки вон еще и бутончики и все на свете мне чтобы поберечь силы и весной еще раз зацвести так они решили зимой а все подпасть почему потому что стоит очень теплая погода даже петунии посмотрите они бы цвели и цвели видите что делается но уже не зацветут то что очень холодно поэтому надо все здесь вырывать вот еще хотела вам показать и здесь полянка маргариток видите береги разноцветные розовенькие всякие-всякие короче целая полянка далека и плохо видно уже темно вблизи вам показываю какая красота просто чудо чудес все друзья вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока